здравствуйте мои маленькие любители гальванизма мое имя виктор и это мастерская скала и сегодня у нас необычный заказ которым хочется предварительно поделиться с вами вот сегодня поступила вот такая вот брошка некогда бывшая брошка основу я вот снял кстати вот хочется сразу сказать дурная идея клеить на любую поверхность на эпоксидную смолу эти вот металлические основы для брошек потому что 7-8 месяцев может год и они отпадают так или иначе кроме того если вы не подготавливаете поверхность нужна грубая скажем так шлифовка обоих поверхностей хоть напильником хоть натферем хоть чем для лучшего сцепления то есть если следует ожидать что она буквально ногтем ковырнула она отлетела это как я понял была брошка собранная из ну скажем наверное очевидно может быть ракушки без зубки что-то такое вот речное морское скорее всего да так она есть тут лаком покрыта вот она из трех идет ярусов вместе они как-то там склеены в общем какая задача заказчица вот купила такие вот основы на резьбе вы где только не применяют и на сумке и на ремнях в общем везде задача такова что мне нужно во первых их разместить разместить то есть примерно таким образом ну грубо говоря вот так куда то есть по горизонтали две штуки покрыть гальваническим слоем покрыть медью плотным слоем для того чтобы прон медный слой увеличил прочность вот это вот ракушки и сделал хорошую сцепку вот этих вот болтиков назовем их так металлических болтиков с ракушкой сосновой так скажем вот чтобы они стали единым целым в общем проще говоря так чтобы они стали единым целым да и соответственно после того как это будет сделано я должен буду покрыть это все никелем почему никелем а потому что это станет в итоге не брошу а элементом сумки она будет применяться не когда брошка как ручка поэтому тут уже говорится дело будет двигаться в общем то смотрится вроде смотреться будет неплохо но естественно я предварительно подготовлю поверхность когда расположу точные места где будут находиться эти шпильки эти болтики сделаю небольшую алмазным буром небольшую от рассверловочку скажем так а чуть чуть богу буквально так сказать заматирую поверхность чтобы убрать этот лак гляне чтобы лучше сцепка была на клей приклеив на всякий случай скорее всего на эпоксидную смолу либо на космофен посмотрим по обстоятельствам обратную сторону болтика тоже немножко грубо зашлифую той же алмазной коронкой и приклею вместе только потом буду покрывать уже только проводящим составом лицевую сторону на всякий случай я думаю нужно будет защитить у меня много так скажем как в памяти так и в разработке в использовании различных защитных рецептов по поверхностям но здесь сложнее поэтому будем думать будем думать тут банально вплоть начиная от скотча заканчиваю уже мастиками просто-напросто мы посмотрим в общем примерно пока так вот такая сегодня задача поэтому сейчас начнут заниматься этим процессе буду вам показывать пока пока так ну значит что у нас происходит булавка старая удалена алмазной коронкой были расточены пазики под будущие вот эти вот штифтики здесь тоже была поверхность снята для того чтобы клей держал лучше сначала посажу на клей до фиксации для придания положения а потом залью эпоксидкой причем я сделал так чтобы цель чтобы они ровно стояли параллельно горизонтали поскольку форма ракушки овальная вот буду пытаться установить ровно потом когда эпоксидка высохнет соответственно будет только проводящие покрытие и дальше уже будет видно потому что в процессе когда уже я думаю когда все домедница надо будет вот эти вот штифтики укорачивать насколько клиент захотел и обратную резьбовую часть тоже надо будет чуть укоротить поскольку это будет ну скажем так рукоятка сумки вот в общем то поэтому работаем дальше не переключайтесь ну что же а далее часть которая не должна будет взаимодействовать с электролитами и и же с ними с кислотами была обработана специальным пластификатором равно как и обратная сторона а именно шпильки они тоже были обработаны пластификатором и сейчас после высыхания ожидаем и начинаем подготавливать токопроводящую поверхность здесь наверно придется немножко помудрить чтобы она была на скажем так жесткой основе с химическим не хочется возиться с серебрильным не буду этого делать поэтому здесь наверно все вручную посмотрим пока в общем так после снятия защитного пластика пластификатора вот его потихоньку снимаю мы уже имеем вот такую вот покрытую гальванической медью поверхность это уже монолит одно целое то есть все крутится все вертится шпильки эти откручиваются то есть вот как то так это вот как раз после меднения в аккурат поэтому сейчас снимаем пластификатор чай поверхность промываем и дальше уже будет гальваническое никелирование вот так вот это будет красиво это у меня сюда попутно такой необычный заказ это будет назову ее ручка для сумки скажем так раньше это была брошка и из ракушек но меня попросили вот выполнить такую работу на заказ купили вот эти фитинги и попросили сделать это все единым целым чтобы блин держалась и чтобы примутаем за нее можно было открывать сумку кожаную сумка тоже на заказ делалось и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok